Добрый день, на связи М Кабацкий и сегодня мы продолжим с вами проходить Европу Универсалис 4 за Рюкью и это пятая часть у нашей ачивки Три Горы. И если вы еще что-то не сделали, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите все уведомления, ну и конечно же приятного просмотра, не забывайте писать комментарии, в описании ссылка на предыдущие части, которые вам крайне статистно рекомендую посмотреть. У нас тут была война жесткая, Хайси нам немножечко подгадили, но ничего страшного, у нас есть план поамбициозней. Что я вам скажу, мои дружки пирожки, если у нас будет шанс поставить мин на колени? Хе-хе, это будет весело, правда? Почему такой план? Ну, во-первых, он себе взял реформу, а это значит, что он опустил мандаты, он очень уязвимый. Во-вторых, он сейчас немножечко тут воюет, как бы и войска его в той стороне. И в-третьих, у нас есть план реформы армии, который мы будем с вами осуществлять. Я взял один займ, это не случайно, настало время строить флагман. Бахнем фрегат, из бонуса что мы поставим? Пушки, торговое влияние мы потом продолжим использовать для этих целей, а также скорость передвижения. Строиться это удовольствие будет полтора года. Также нам понадобится где-то 4 галеры. Естественно, мы их выберем в провинции, где стройка идет побыстрее. Ну, например, вот раз, два, три, ну и скажем, четыре. Нам денег не хватает по-прежнему, берем один займ, тысячи у нас займов. Ну, что поделаешь, такова война, война никогда не меняется. И понадобится нам, наконец-то, конница. Нам настанет время ее делать, 6 полков конных. В принципе, оттуда, чтобы не перекидывать. Раз, два, три. Денег, деньги пока есть, но нет людей, я их буду потом подстраивать. Накопилось величие, и мы берем бесплатный военный налог. Ивент по борьбе с пиратами мы выбираем вот из этих вот вариантов, самый верхний, потому что автономия не страшна, вот открытость нам нужна. Ивент заканчивается, пираты становятся суйгун. Мы сделали из пиратов-моряков из изоляции, падает на один. Избирательная сейчас поменяется со стоимости зданий и принятия культуры на адаптивный. Идея минус 5, института плюс 10. И плюс у нас на 50 лет прочность кораблей плюс 20, а нам сейчас это пригодится. Мы начинаем присоединить нашего первого вассала, даймё, а именно китабатаке. Это будет недолго, завершим в этом же году, за 40 всего лишь очков. Для чего тут очень жирный баф. Поменяли дикт с понижением автономии на число рекрутов в провинции, плюс решено расширить здесь инфраструктуру ради вот этих вот бафов. Мы смогли присоединить к китабатаке. Но нам вот этот дебаф будет на 10 лет, но переживём. Мы получили провинцию Изэ с развитием всего 5. Там есть рыба, но тут есть ещё и дзингу. Терпимость к истинной вере плюс 1, изменение легитимности в год 0,5. Эта провинция является местом нахождения Исэдзингу. Храм, посвященный богине солнца Аматерасу, является одним из самых священных мест в синтаизме и основной целью паломничества для людей со всей территории Японии. Сразу же из него мы ещё и делаем стейт. У нас накапливается избыток военных очков, поэтому решено побафать вот эту провку ради земель короны. Раз, два, три, четыре, пять. И у нас, кстати говоря, пропал дебаф. Мы выровняли процент, больше 30%. Ивент либо традиции за беспорядки, либо минус традиции на престиж. Я выбираю первый вариант. И бонусы прям почти сразу выскочило усиление свободной торговли. В пола у нас появился ресурс тропическая древесина. В целом неплохо. Третьей чертой у нас стала черта предпринимателей эффективности торговли плюс 10. Рюкзский рыдочек порешает. Бесплатные админочки. Мы можем держать баланс за 60 сразу же и с объём. Нам подогнали халявную претензию на корею. Ещё и 10 престижа. Он почти не падает, а он 64. Настало время для шестой военной технологии. Тут у нас казарма появится. Возможность строить новая конница. Уровень тактики 0.25. Ширина боевого построения плюс 2. Огневая мощь пехоты 0.20. И мощь тактической пехоты 0.3. И на фоне этого мы переоснащаем нашу конницу на кавалерию самураев. Сейчас Китаю это не понравится. Ему и так уже больно, кстати. Он что-то аутирует прям в край. Великий Рюкзю готов отпинать этого больного человека Азии. Мин, я объявляю тебе войну формально за Бутуа, Бадуна. Но разве что мы её брать не будем. За Бадуна разве что по фану, типа. Ладно, что мы делаем? Флот выставляем сюда. Сами вот этим чувачком идём брать крепость, потому что она ближайшая. Воюем мы за эту провку. Как мы получили на неё клайм, возможно, вам интересно. Я объясню. У нас была претензия на эту провку. Мы захватываем Бадуну, потому что, ну, оккупируем для войны. Он уже, кстати, жёлтый. У чувака там реально проблема. Мандат под угрозой. Блин, его размотать будет очень просто. Я надеюсь, по результатам этой войны мы просто его... Ох. Здравствуйте, леди. Добрый вечер, миледи. Снимайте штаны, сэр Мин. Я до вечера не дотерплю. Сейчас я вас буду резать. Хе-хе-хе-хе. Это будет самая простая война в истории человечества. О, мы поймали первый флот, состоящий из шести торговых кораблей. И он его полностью потерял. Мы, кстати, один присвоили себе. Надо бы, наверное, повреждённых отделить на ремонтик. Пусть чинятся. Нам потери не нужны. У нас дипвеск канул аж до 45. Ещё чуть-чуть, и мы будем по одному очку получать. Нам решили бустануть рост Самары. Исправить на колоде? Да пожалуйста, беспорядками нас не напугаешь. У нас в Самаре снова тоже производится тропическая древесина. Ну, можно было бы повкуснее, честно. Ну, ладно. Сейчас будет самая главная грандиозная битва. Битва с японским флотом. Ну, как мы вас нарежем? Думаю, нарежем очень хорошо. Ух, просадочки пошли. О, минус флот. А где твой флот, Китай? Я его не чувствую. А вот его армия. Здрасте. Это, кстати, наверное, 29. 29, это вся его армия, слушайте. Она вот здесь вот чекается. Ему не до нас совершенно. А его флота уже нет. Хе-хе-хе, практически. Опа! Минус 5 галер, минус 4 транспортника. А 2 транспортника и 2 галеры мы ещё себе присвоили. И ещё одна сада 235. Дорога на Пекин открыта! А теперь настало время для распространения синтаизма. Сохранение нашего наследия. Наша вера является путём наших предков. Ну да, ну да, сказали анимисты и рюкисты. Мы не можем позволить инстатранным конфессиям посягать на древние традиции. Стабильность 1 и просто любая соседняя невосточная культурная группа. До конца игры. Фиксис миссионеров плюс 2, терпимский язычника минус 1. И у нас тут есть возможность перекрестить провки. Довольно, кстати, быстро. Начнём мы с Ярана. Последняя исследовательская идея. Свободные земли открываются. Шансы на заселение колонии плюс 10%. И у нас бонус. Национальные беспорядки минус 1. Реформа религии в Рюкио. Религия острова Акинава является смесью азиатских и древних религий. Она включает предков и анимизм. Анимизма. Написали тут почему-то как миазма. Также эта религия является уникальной в том, что женщина составляет большую часть духовенства. Ну, кстати, в свинтеизме похожая система. Мы можем установить формальную иерархию жриц, а также постверховные жрицы, чтобы поддержать религиозную жизнь остров. Мы берём Пекин. У него очень жёсткая крепость здесь, 4 уровня. И один скан это, чтобы просто шёл прогресс. Мы подогнали наш флот и... Пшшшш... Ой! Китай говорит, я чё-то стену не чувствую. А мы ему говорим, а у тебя её нет. Ахахаха-ха-ха. Скорее, закончилось перемирие, и мы налагаем на вас запрет на торговлю. Взяли Пекин! Всё! Она не жизнеспособная! Китай открыт! Это хана! Это конец! Мандат у него растёт, но не в ту сторону почти. Он уже готов отдать нам свои денежки, но мы хотим ещё и выплату репараций с него запросить. Почти согласен. Ивент на много рекрутов и военную усталость, либо на немного рекрутов. Я выберу немного, потому что у нас их хватает. Тут 3,6 Уэйсуги нанесли потери на полторы тысячи Китаю, который 11к на них напал. Первый раз столкновение с флотом. Кстати, у нас тут вот так дела идут довольно неплохо. У вас есть флот? По-моему, у вас его нет. Растание. Всё это нас периодически мучает. 3 галеры мы ему слили. Пала ещё одна китайская крепость. Ещё одну крепость, а у нас ещё ивент дропнулся. Адаптация туземцев в провинции Самар. Это значит, что 10 лет тут прирост поселения в провинции плюс 25, а у нас в стране будет действовать 5 лет ассимиляция местных. Шанс восстания туземцев минус 20, а семиляция туземцев плюс 40. Жёсткий избыток админки, поэтому возьмём плюс стабильность. Теперь она равна плюс 2. Мы поймали китайца за шары. Смотрите, сейчас будет смешная нарезка китайца. Это ваншот? Это ваншот! Последняя исследовательская идея. Колониальная империя. Лимит флота плюс 25%. Прибыль от золотого флота плюс 25%. И бонус. Мы должны фабриковать претензии в колониальных регионах. Ура! Тут не успел ничего отжать толком, а у меня уже плюс 50 дипки. Думаю, окей. У него армия вся. Сейчас соберёмся. Главное его только не спугнуть. Как следует в горы долбануть. Сейчас будет смешная нарезка мина. В горах. И... Ааа! Больно! Больно! Я не чувствую людей, а у тебя их тоже нет! Тут у нас какие-то рафлокейки. Типа, чуваки решили в таджиме восстать. Ну, ладно, удачи им. Провент на... Не очень хороший. Ну, ладно. Просто её много. Ну, да, админки много не бывает. Но всё-таки. Успешно обратили первую провку Еран в синтоизм. Это даже красиво смотрится на карте. Ну, естественно, мы на этом останавливаться не планируем. Мы будем двигаться дальше. Следующий кандидат у нас... По всем понятиям это... Соответственно, Айне. Шеребеши. Пока Мин чувствует себя Польшей средних веков, созрела одна идейка поддержать повстанцев. У меня за них нет ачивки. Ну и плюс нам 7 веса дипломатического за это накинут. Лан Санг подписал мирный договор с Китаем. Я, в общем, себе тут откусил... Такие себе, честно говоря, земли. Хотя вот это неплохо. Выделил Юэ. Очень хороший, кстати, хочу сказать. И Хуайхэ зачем-то. Ну, не так-то важно. Но его сепаратисты долбят. Причём наши, которых мы поддерживаем, судя по штриховке. Сейчас будет очередной минус. Китайский флот. Красивая нарезочка. Нанкин. Падение Нанкина. И это даже не хойка. За него, кстати, почему-то нет дебафа. А у него тут армия. Здрасте. Книжая нарезка. Кубик 9. У него 0. И минус... Ну, это я не знаю даже сколько тут. Больше половины армии, наверное. Добрый вечер, чувачки. Хотите тоже потасоваться? Я думаю, хотите. Ой. Чё-то не хотите, да? Боитесь? Не бойтесь. Больно не будет. Второй раз уже не так больно. Минус армия. Путём недолгих манипуляций мы всё-таки добили. Китай до капитуляции. Он нам отдаст 3000 голды. Выплатит... Будет платить репарации. И сдаст нам вот эти земли очень вкусные. Китай, можно сказать, не существует. Монет. Рюки сила. Рюки стронг. Мы получаем репарациями, интересно, сколько. 3,84 монеты. 2,62 от него. Ну ладно. Мы получили Хакухей. Это так называется на японский лад. Пекин. 31 до развития. Главный порт. Зернишко. Крепость второго уровня. И тут запретный город есть, который как бы разрушился. Кокан. Ну хоть не Кокан. 8... Этого. Ну вы поняли. Короче, плюс соль. Бутей. 11. Зерно. Санто Сейшоу. 12. Железо. И Райшоу. 8. Рыба. Главный порт. А ещё всё это можно в торговой компании запихнуть. И у нас куча бабла. Первым делом мы, естественно, выплатим все займы. Займы нам не нужны больше. И кроме этого мы начнём всё, естественно, национализировать. Мы начинаем присоединять Иусуги. Это будет очень долго и дорого, но это жизненно необходимо. У нас скоро будут готовы колонии, поэтому берём развитие колонии. Плюс один к производству колоний. Демонстративно унижают Китай. Карадел, который оккупирован, объявляет войну Китая по причине Орда. За Орду. Мы можем взять третьего соперника. Это будет Хайси. А с Хайси у нас перемирия, кажется, нет. Поэтому я сразу же... Кстати, угрожение войны не сработает. Сразу же наложим запрет на торговлю. Глава, образовавшийся ЮЭС, становится нашим союзником. Японский ивент. Путь чая. Да будет так. Изменение престижа за год до конца игры 0.5+. И ещё будет действовать один год. Контроль над торговлей чаем. Модификатор с ценой торговли плюс 20% в Киото. Или это бесполезно? Ну это же бред. Я сам прямо сейчас пью чай, так что да будет так. У нас появился ивент. Контроль над торговлей чаем. Замечательная идея. Камикава, который производит просто рыбу, она будет производить чай. Либо нет. Ну, конечно, это замечательная идея. Да, чай пока что дешевее, но потом его цена вырастет. Он более ценный. Можем сделать тяйнов, кстати говоря, нашим владением. Что успешно и делаем. Админ гибки тут много не потребуется, поэтому всё сразу прожимаем. Ивент. Выбираем местное торговое влияние, конечно же. Нам обратилась провка, но я не буду показывать каждую провку. Скорее всего, просто буду потом делать в конце серии какую-то сводку. Оути объявила войну по Сенгоку. Что мы сделаем? Во-первых, мы бафнем себе. Татьяна есть. Вот она. Укрепим правительство, потому что некуда девать просто. Военку. Там у нас в Кикуте развязала войну. Я прожал один раз легитимность за 100 очков. Там провка одна обратилась. Кстати говоря, каждую провку я не буду озвучить. Буду в конце что-то типа сводной карты делать. Принуть к сыпуху можем чувачка. И у нас халявные очочки. Под командованием Тайку и Оу у нас в новый свет отправляется экспедиция. Причем как мы ее с вами отправим. Тут у нас есть чувачки, называется Хайда. А у нас там сфабриковала шпионская сеть. Претензию. Я клайм кину, как только мы подъедем. Высадимся. У чувака всего 3000 дивизий. Он сильно отстал. И захватим Хайду. А дальше будем конкистадорить. Или Хайси, она не может быть нашим соперником. Прибыли конкистадоры, которые будут сливать Хайду. Мы делаем претензии на их землю. И сейчас объявим им войну. Когда они восстановятся. Флоту очень плохо. Но я думаю, что его надо отводить назад, чтобы он не утонул. Наконец-то можем взять четвертый тех и открыть рынок. Бафнуть торговую дистанцию. Теперь можно спокойно забрать шестую админтеху. И получить возможность строить мастерские, поместья и бастионы. А теперь настало время массово все застраивать. Прожимаем миссию растущей экономик. Стоимость здания срок строительства минус 25%. Вот это здание странно нам придется строить. Хотя храмы там нам дадутся практически. Ничего страшного. В общем, прожимаем производство. Сетсов. Киота. И рынка в Суо, Фурдани, Чикузене. Храм. Чисто для миссии. Прибежный центр торговли до второго уровня. Вы гляньте, какие вкусняшки. Цена развития минус 5. Торговля не плюс 10. Распространение с институтом плюс 10. Попадаем на Хайдоу. Я хочу твои земли. Это будет очень простая. Маленькая победоносная война. Я даже ради этого поставлю своего крутого чувака сюда. Это Изи Слив. Он отступил, однако. А с другой стороны пусть бежит, она ничего не сделает. Наш наследник оказался фанатиком. Крестить будет проще. Контрибуции. 30 даний и аннексия. Изи. Только есть одна проблема. Мы не сможем ее национализировать. Пока что. Палау полностью заколонизирована. Значит мы можем двигаться дальше. У нас тут плейнцы Этлингит. О, кстати, можно усеять меньшинство. Это меньшинство будет признано. И число подходящих плейнцев для них равно 12. Ну нет, мы просто отправим колонисты. А по поводу вот этой провки. Где она у нас тут? Которую мы заселили. Мы переводим ее в торговую компанию. Торговление плюс 100. Рюкью удалось обзавестись двумя союзниками. Ну так, чисто формально, конечно. Хотя, кто знает, к чему это приведет. Это Юэ и Бутуан. Который, кстати, будет нашим скоро вассалом. И мы выполнили миссию надежные союзники. 25 лет дип репа плюс 1. У нас следующая миссия тоже выполнена. Двух вассалов как минимум иметь. Стоимость дип присоединения минус 15%. Нам это сейчас нужно. Мы присоединяем страну. Опа, прогресс бафнулся. Негативный ивент на Бутей. Но я выберу первое. Все равно там восстание будет. Буан готов стать нашим вассалом. Добро пожаловать в клуб, дружок пирожок. Ты теперь у нас кто? Дату. А статус у тебя какой? Ты считаешься тем самым чуваком? Да, можно принудить к сыпуку. Он занимает у нас дип слот? Это важная информация для нас сейчас очень. Бутуан не занимает слот. Ну это типа что у нас дин брак? Да, Рюки может всех за вассалить. Настало время для седьмой технологии. Военный оружейный пердок. Он даст нам пушки. Гнимаем еще артиллерии плюс один. Атиск артиллерии 0,05. Тактика 0,25. В общем все вот эти вкусняшечки довольно интересные. А также начинаем строить наконец-то крупнокалиберные мортиры. Нам надо три штучки. Но экономика нам позволяет сделать пока что только две из них. Новый наш правитель. Главная штучка 10 поселенцев плюс. Мы можем у Юэ попросить по ивенту что угодно. Ну из того что предложено. Я выберу дипку. Интересно даст он ее или нет. Скоро узнаем. Все таки нам помог 25 дипки. Нам дали советника 3 уровня скидочного. Денег пока нет, но мы его возьмем. Самара заселилась. Больше она не будет давать нам дебаф. Мы стали торговать фарфором. Легитимность плюс 0,25. На этом предлагаю сегодняшнюю серию закончить. Прогресс прекрасный. Мы просто отпинали мин. Попутно обращаем провинции. Колонизируем. Делаем экономику. Страна у нас растет. Армия у нас растет. Влияние у нас тоже растет. Торговая компания кстати довольно неплохая. Ну а если вы еще что-то не сделали. Обязательно подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Включите все уведомления. Не забудьте написать комментарий под этим видео. Ну и идемте с вами в следующих видео. Наши с вами старом добром консервативном канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok